И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Таинство священства Таинство нашей веры, о котором сегодня пойдет речь, называется священством. В Таинстве священства избранный в епископа, священника или диакона человек через архиерейское рукоположение получает благодать Святого Духа для священного служения в Церкви Христовой. Это Таинство совершается только над лицами, избираемыми в священнослужители. Таинство священства Установление божественное Апостол Павел свидетельствует, что Сам Господь Иисус Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова Церкви. Прообразом этого священного и возвышенного служения явилось священство Ветхозаветное. Оно было учреждено у горы Синай по повелению самого Господа. Ветхозаветный священник осуществлял все видимые функции пастырства – духовное водительство, учительство, священно-действие. Начало истинного священства положено в Новом Завете Господом нашим Иисусом Христом. В день Пятидесятницы на апостолов снизошел Дух Святой, и этот залог благодати они передали избранным ими лицам через возложение рук. Отсюда и посвящение в священный сан называется рукоположением или по-гречески – хиротонией. По примеру Ветхозаветной Церкви, где были первосвященник, священники и прислуживающие при храме Левиты, в Новозаветной Христианской Церкви святые апостолы установили три степени священства – епископ, священник и дьякон. И епископы, и священники, и дьяконы называются священнослужителями, потому что через возложение епископских рук получают благодать Святого Духа для священного служения Богу, Церкви Христовой и людям. У святых отцов есть очень точное слово, которое определяет цель христианской жизни. Цель – это обожжение человека. Обожжение – это есть залог преображения. Это есть залог нашего с вами спасения, залог нашего воскресения. Начальный священный чин составляют дьяконы. Дьякон означает служитель. Посвящаемый в дьякона получает благодать служить при совершении таинств, но сам совершать таинство не может. Священники по-гречески «иереи» или «пресвитеры» составляют второй священный чин. Посвящаемый во священника получает благодать, совершать таинство. Епископы являются носителями в высшей степени благодати священства. Посвящаемый во епископа получает благодать не только совершать таинство, но и посвящать других для совершения таинств. Епископы называются еще архиереями, то есть начальниками иереев, священников. Архиереи разделяются на правящих, возглавляющих поместные церкви или епархии, и векарных, то есть помогающих правящим архиереям. Слово «епископ» переводится как «смотритель», «блюститель», поскольку епископам было доверено следить за порядком и благочестием в церкви после апостолов. В послании к Титу, поставленному апостолом Павлом в епископа, говорится, «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров». Благодаря Таинству Священства Церковь сохраняет преемственность в благодати с апостольских времен до наших дней. Тот же Дух, что действовал в учениках Христовых, действует и в современных священнослужителях. И дары, сообщенные апостолом, переходят на всех преемников апостолов. Священнослужитель проповедует Евангелие и совершает Таинство Крещения и Миропомазания. В Таинстве Покаяния от имени Господа Иисуса Христа прощает грехи раскаившимся грешникам. Он совершает Таинство Евхаристии и причащает верующих тело и крови Христовых, совершает Таинство Брака и Елеосвящения. Ведь через Таинство Церкви Господь продолжает на земле свое служение, ведет нас к вечной жизни в Царстве Божием. Священство поставлено как бы в середине между естеством божеским и человеческим, чтобы одному служить, а в другом производить перемену к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok